Английская мова и здоровый лад життя. Аспирантка ГДУ Мяфранциска Скарына Алина Миссюра распасовала уникальную методику навучания одночасовой физкультуры и замежной мове. Интегрованные уроки проходят у одной из гомельских школ. На их побывала Ганна Корольчук. Алина Миссюра долгий час працавала наставником английской мовы и доследовала уплыв физкульт-хвилинок на разумовую працездольность детей. Эффект саправды был значным. Девчина вырешила протягнуть работу в этом накерунку и изменила факультет замежных мов на факультет физической культуры. Повод для ее методовцы элементы физкультуры, гульни и эстафеты, проходят на английской мове, их дополняя информация про здоровый лад життя. За основу мы взяли программу учебного предмета «Физическая культура и здоровье». И согласно программе дети должны овладеть не тремя, а даже большим количеством знаний, но основные это знания по физкультуре, гигиенические, здоровый образ жизни, олимпийские. И идея сочетать английский язык уже выросла из того опыта, который имелся, и из той деятельности, которую ты можешь выполнять. Перелик заданию и песен Алина постоянно обновляет и поширает. На запасшенная база выник долгих месяцев пошуков и подбору. Интегрованные занятки проходят в группах продолженного дня для учеников третьих-четвертых классов. По таким взрослым детям худшей засвоивают информацию, а с загульнявой формы занятков и они практически не стомляются. Администрация школы стануча отреаговала на такой эксперимент. В реализации данного проекта мы партнеры, поскольку цели и задачи у нас одинаковые, а именно создание условий для развития наших детей, для развития их познавательной активности, для стимулирования интересов к изучению иностранного языка и, конечно же, формирования здорового образа жизни. По данной методике у нас занимаются две группы продленного дня. Дети с удовольствием посещают данное занятие и родители относятся к этому с большим интересом. Стану здоровья школьников надается великая увага, тому чергование интеллектуальных и рухольных практикований – это перспективный накерунок. Все лета распроцовку Алины высоко оценили, и она отримала стипендую президента Республики Беларусь. Результаты ее работы высоко оценили научной общественностью Республики Беларусь и поддержаны специальным фондом президента Республики Беларусь. Она разработала методику, которая доказала свою эффективность и внедрена не только в эту школу, но и в ряд школ города Гомеля. Соединить английский язык и физкультуру – это такие межпредметные, надпредметные связи, которые дано не каждому, но у нее получилось. Сейчас Алина Миссюра работает над методичным допоможником для наставников и работающим сшитком для детей. Также она работает раздаточный и детективный материал, электронный додаток и спис необходимого инвентара. Таким образом, отримается готовый комплекс, который можно будет использовать в любой школе. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».